Волк и овца Овцы подумают, что он злой? Нет. Почему нет? Овцы подумают, что он злой? Нет. Все зависит от того, как мы используем эти силы. Но минутку, минутку, Раф, извините, что я прерываю. Если бы я, например, был овцой, я бы думал, что волк злой. Ведь он бы снился мне по ночам, я бы его боялся, я бы знал, что он когда-то загрыз моего двоюродного брата, я бы считал волка злым. Как бы вы объяснили мне на моем месте овцы, что волк это часть равновесия, царящего в природе? Но волк бы пришел к вам и сказал, я прошу прощения, но таким я сделан от природы. Я должен тебя съесть, у меня нет выбора, иначе я не смогу выжить. И сила, толкающая меня бороться за жизнь, больше силы, обязывающей меня считаться с тем, жив ты или нет. И в природе так устроено, что большой и сильный поедает маленького и слабого. Поэтому я извиняюсь, но сейчас я тебя съем. И тогда вы можете стыдить волка, как же ты плохо себя ведешь. Ты должен быть выше всех этих низких расчетов. Ты можешь сейчас даже умереть с голода, но не должен есть меня. Что это получается за игра? Мы должны понять природу с высоты ее разума. Но посмотрите, что вы говорите. Из нашего разговора, волка и овцы, получается, что в природе есть законы, данные как аксиомы. Не аксиомы, нет. Мы можем их раскрыть и понять, почему так происходит. Что происходит с овцой и что происходит с волком. И зачем это нужно. И что человек, на самом деле, давайте все поставим на свои места. На самом деле, злом, согласно Кабале, считается только то, когда человек хочет навредить ближнему. А волк, который собирается съесть овцу, не хочет ей повредить. Он просто исполняет приказы природы.